Перечитывая историю о Рождестве и готовлясь к этой проповеди, я обнаружил такую интересную особенность. Это то, что апостол Матфей, начиная свое Евангелие, повествование, он начинает его с родословной Иисуса Христа. И вот этот отрывок времени Иисуса Христа, его жизнь до служения и его жизнь после служения, вот этот отрывок его жизни до служения, он начинается с родословной, и он заканчивается родословной Иисуса Христа в Евангелии от Луки. И родословная — это современное слово, генеалогия, это перечень имен предков. И на протяжении своей жизни, сколько я помню проповеди, которые я слушал, рождественские богослужения, и не помню, чтобы кто-нибудь когда-нибудь проповедовал на место Священного Писания родословной Иисуса Христа. Но если так подумать, раз она есть, значит, она несет какой-то смысл, значение, и сегодня мое желание проповедовать на тему родословной Иисуса Христа. Давайте откроем Священное Писание, Евангелие от Луки, 3 глава, и мы прочитаем родословную Иисуса Христа. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Ильев, Матфатов, Левин, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Матафиев, Амосов. Братья и сестры, имена сложные. И кроме первого имени Иисуса и Иосифа, ну практически мы ничего другого об этих людях, которых мы сейчас прочитали, не знаем. И я думаю, недаром апостол Павел, когда он писал послание и Тимофею, и Титу, он говорил, «Не занимайтесь баснями и родословиями бесконечными». Потому что, ну в какой-то мере, это сложная наука. В израильском народе, если вы помните, был даже такой закон, что если умирал один из сыновей в семье, женатых сыновей не оставив наследства, то по закону следующий должен был взять жену, чтобы продолжить этот род. Поэтому там было очень всё довольно запутанно, и люди очень много об этом спорили, перечисляли имена, куда какой род идёт, где всякие разные разветвления. И эти имена, некоторые, может быть, знакомые, встречаем, но они попадают не в те места. И довольно сложно. Буквально несколько лет назад, может быть, 2-3 года, я сделал небольшое, но, на мой взгляд, интересное такое открытие, из-за которого я больше стал интересоваться именами. Поэтому, если вы можете, немножко со мной сегодня поразмышлять об именах. Имена играют вообще большое значение в жизни человека. Я думаю, все из нас, находящиеся здесь, имеют имена. Практически нельзя на земном шаре найти человека, у которого не было бы имя. Если ему даже не дали имя при рождении, то со временем ему даёт имя, которое больше ему подходит. Когда в нашей семье рождались дети, мы с женой тоже выбирали им имена. Это было довольно сложное задание, потому что мы искали имена, которые были бы благозвучные, чтобы они нормально произносились и на русском, и на английском языке. Были имена, которые нам, возможно, нравились, как они звучат, но они ассоциировались у нас с некоторыми людьми, которые, может быть, нам не сильно нравились. И поэтому мы решили детей такими именами не называть, потому что сразу ассоциации, может быть, не совсем с теми, с кем бы мы хотели ассоциироваться. И очень немаловажное мы купили ещё с нашим первым ребёнком вот такую книгу толстую, в которой были все имена и значение имён, потому что значение имён для наших детей тоже для нас играло большую важную роль. Каждое имя что-то означает. Например, вот исконно русские имена, такие как вера, надежда, любовь, мы понимаем, что это имена, но они несут прямой смысл слов, которых они означают. Например, мужское имя Богдан. Мы понимаем, что оно состоит из двух слов. Богом дан. Ребёнок, которого дал Бог. Его так и назвали родители Богдан. С иностранными именами становится немножко посложнее. Они интересно звучат, но иногда даже сами носители имён не знают значения своего имени. Я помню, когда я учился в high school, со мной училась одна девушка, одноклассница, её звали Маранетта, Маранафа. И никто практически не знал, оно было такое уникальное имя, никто не знал его значения, пока однажды у неё не спросили. Она так отмахнулась, говорит, это библейское имя. На самом деле оно означает «Господь грядёт». Интересно, это свидетельство. Но для тех, кто не знает, его тяжело понять. Например, меня зовут Александр. Это вообще греческое имя, которое стало очень популярным благодаря латыни. И оно состоит из двух слов. «Алекса» и «Андрос». Если у кого-то из вас есть дома умные девайсы от компании «Амазон», вы знаете, что на них установлен голосовой помощник по имени «Алекса». Ей можно приказывать, голосом просто говорить, она будет у вас включать, выключать дома свет. Если нужно, она может вам заказать что-нибудь с «Амазона», и оно придёт. Ей можно делать разные приказания. Можно сказать «Алекса, донейт $100 до Спокенславик Баптист Чёрч». И она всё это сделает. Я надеюсь, хоть у нескольких человек это сейчас сработало. Но на самом деле, что означает слово «Алекса»? «Алекса» означает «помощница». Помощница, она помогает защитить вас от лишних вставаний из дивана. Она помогает защитить вас, она защищает вас от лишних походов в магазин. И вообще от лишних движений и затрат. Вот если у вас есть телефон, который не iPhone, а работает на операционной системе Android, это другое слово, часть «Александр», «Андрос». Android означает «человекоподобный». И для этого тоже есть своя причина, почему компания именно так это назвала. Потому что компания Google очень хочет, чтобы ваши взаимоотношения с телефоном напоминали взаимоотношения с человеком, с которым можно поговорить, задать вопрос, получить ответ, поиграть с ним, пообщаться. Поэтому его и так и назвали «Андроид». И теперь вы понимаете, что если у вас есть «Алекса», которая установлена на «Андроид», то это означает, что у вас есть человекоподобная защитница от всяких полезных дел. Слово «Александр», «Алекс», «Андр» означает «помощник человека». Вот так вот оно звучит на иностранном языке. Если бы я сейчас поехал в Грецию, и мне говорили «Александр», то это на их родном языке звучало бы как помощник человека. Помощник человека, иди сюда, с тобой приятно познакомиться. Вот так вот. К прочитанному тексту, который мы сейчас смотрели, мы скоро вернемся. Но сейчас я хочу с вами перенестись в предрождественское время в Палестину. Две тысячи лет назад происходит два почти параллельных события. Одному из священников в Иерусалимском храме по имени Захария является ангел. И он сообщает ему, что у него уже бездетного, уже пожилого с неплодной женой по имени Елизавета родится сын, который приготовит путь для Мессии. И в разговоре ангел конкретно дает ему указание, что своего сына он должен назвать Иоанн. Оказывается, вот это вот указание, оно имеет какой-то смысл. Ведь можно было сказать, ну, у тебя родится сын, который сделает вот это, вот это для Мессии, он приготовит путь, ну, называй его как хочешь. Нет, и идет определенное указание, что ему нужно дать определенное имя. Спустя шесть месяцев тот же ангел является девушке по имени Мария, обрученной мужчине по имени Иосиф. И он сообщает ей, что у нее тоже родится сын от Духа Святого, который наречется сыном Всевышнего. И она тоже должна будет дать ему определенное имя. Иисус. И вот проходит некоторое время, и в семье Захарии и Елизаветы рождается мальчик. И его называют Иоанн. Соседи в недоумении. Почему Иоанн? Ведь каждому хочется сделать свой вклад в название младенца, потому что особенно если вы друзья этой семьи, которые, вы знаете, очень страдали, очень хотели детей, вдруг рождается ребенок, ну как назвали? Давайте посоветуем. И они в недоумении. Почему Иоанн? Давайте прочитаем эту историю, как она записана в Евангелии от Луки. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его, Захарию. На это мать его сказала, нет, а назвать его Иоанном. И сказали ей, никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сиим именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Естественно, если ответ не совсем тот, который ты ожидаешь, ну что знает эта женщина, мать? Давайте, если нас ответ не устраивает, пойдем к отцу. Так обычно поступают мои дети. Если мама сказала нет, нужно идти к папе. Захария потребовал дощечку и написал Иоанн имя ему. И все удивились. Интересно, что вот это вот имя, оно имело почему-то какое-то влияние. Люди имели определенное ожидание, почему его должны назвать Захарией. И они удивляются, что родители хотят назвать другим именем, которого в их роду не было. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране иудейской. И все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей? Хороший вопрос. Во-первых, такая уникальная и интересная история. Отцу является ангел, и говорит, у тебя будет сын. И это случается. Уже пожилой пары, которая была бездетная, рождается все-таки сын. Идет установление, что его нужно назвать Иоанн, и его называют не так, как хотели соседи, не так, как хотели близкие, может быть, не так, как хотели изначало бы родители, но его называют Иоанн. И соседи думают, что будет младенец сей? Каждому из родителей хочется наперед знать, что будет младенец сей, который рождается в нашей семье. Какая будет у него жизнь? Хотелось бы, конечно, чтобы жизнь сложилась хорошая, благословенная, благополучная, чтобы не было никаких трудностей, может быть. Что будет младенец сей? И Захарии отцу открывается, что будет младенец сей. И он интересную песнь произносит, песнь пророчества. И я хочу ее прочитать, потому что она вклеится во всю нашу историю имен. И Захария, отец его, исполнился «Духа Святого» и пророчествовал, говоря «Благословен Господь Бог Израилев, что посвятил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения нам в дом у Давида отрока своего, как восвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой. Клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно по избавлению от руки врагов наших служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении греховых по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Вы знаете, я раньше, когда читал вот эту песнь, ну, она такая поэтическая, говорит он о прощении, об таких возвышенных тонах, торжественно. Но, оказывается, здесь есть еще что-то. И вот здесь как раз и то открытие, которое я для себя лично сделал и хочу поделиться с вами. Вы знаете, что в этой песне-пророчестве Захария соседям, которые собрались здесь вокруг и слушали, почему он назвал своего сына Иоанном, он представил всю свою семью, и он объяснил, почему его сына назвали Иоанном. И как вся его семья вписывается в это исполнение Божьего пророчества. Если мы вернемся к трём стихам, 72, 73 и 75, «Сотворит милость с отцами нашими, помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам служить ему в святости и правде перед ним». И мы посмотрим на значение трёх имён «Захария, Елизавета, Иоанн». С еврейского языка «Захария» переводится «Бог вспомнил». Вот как имя Богдан по-русски, оно нам понятно. Вот так «Захария» было понятно всем окружающим, потому что оно звучало, как «Бог вспомнил». Имя Елизавета звучало на еврейском «Бог клятва». Имя Иоанн звучало на еврейском «Бог помиловал». Если вы посмотрите на эти стихи, вот эти стихи, вот эти имена, они как раз вставлены в песню Захарии. «Сотворит милость» «Бог помиловал» это имя Иоанна. «Помянет святой завет свой» «Бог вспомнил» это имя Захарии. «Клятву, которой клялся он Аврааму» это имя мамы Елизаветы. И с этого дня вот этот маленький Иоанн, который потом уйдет жить в пустыню, когда он бегал по двору, когда он бегал, играл на улице, когда соседи приходили к ним в дом, соседи смотрели на него и говорили, «Бог сотворил милость с нами». Бог вспомнил свою клятву. Вот эта вся семья, она была свидетельством окружающим о том, что Бог вспомнил свою клятву и сотворил милость. Давайте посмотрим еще на один пример удивительного использования имен в Священном Писании. Давайте вернемся на несколько месяцев раньше. Вот, когда Мария получила весть от ангела о том, что у нее родится сын, и ангел перед тем, как уйти, открыл ей небольшой секрет, говорит, «Ты знаешь, твоя родственница Елизавета, о которой мы сейчас читали, она тоже уже шесть месяцев как беременная». Ну и что делает женщина? Естественно, такая новость, сюрприз, удивительная, много неизвестного впереди. Что можно лучше придумать? Конечно, пойти к родственнице, узнать, что же все-таки еще ей ангел сказал, рассказать то, что мне ангел сказал, рассказал, поделиться, подумать. И вот она пошла к родственнице, и придя, а вот они в радости обмениваются такими красивыми тоже приветствиями, которые записаны в Священном Писании, как такие песни пророчества. И Мария тоже произносит эту пророческую песню об этом событии и говорит, «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века». Давайте вернемся и посмотрим на имена, которые упоминаются в ее песне. Иисус. Вы знаете, что означает имя Иисус, Господа, Которого мы служим? Бог спасает. Бог спасает. «И возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем», — говорит Мария. Она практически использует имя своего Сына, Господа, Бога в своей песне. Говорит, «Возрадовался Дух мой о Иисусе моем, о Боге, Спасителе моем». И дальше мы читаем в 47-м стихе. Она говорит, что он презрел на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды. Здесь она указывает на себя и свое состояние смирения. Если вы вспомните, да, мы когда читали родословную, там было имя Вооза. Вот, Руфи Вооз, у них родился сын, который был дедушкой царя Давида. Но свекровь Руфи, Наиминь, вы помните, ее звали Наиминь, она пришла с Моава, пришла практически ни с чем. И она сказала, «Не называйте Меня Наиминью, а называйте Меня Марою». Мара – это одно из вариантов имени Мария. «Называйте Меня Марою, потому что Вседержитель послал Мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил Меня Господь с пустыми руками». Но интересно, что Господь вот как раз на таких, как Мария, как эта Мара, и презирает, и Он смотрит на них. И, возможно, Мария здесь отождествляет себя с Марой Наиминью, которая пришла через много трудностей, но в смирении удостоилась стать прапрабабушкой великого царя Давида, по царственной линии которого и пришел Спаситель Господь. Вот. И Мария, которая говорит, «призрел он на смирение», Мария означает «горечь». И дальше мы видим написано в 53 стихе «Алчущих исполнил благ». Имя Иосиф означает «Божья награда», буквально «прибавление», «приумножение», «исполнение благами». И вот в этой песне тоже Мария, интересно, удивительно, она использует свою семью. И люди, которые слышали эту песню, они, смотря на ее семью, они вспоминают Божьи благословения. О том, что Бог спасает, о том, что Он презирает на смиренных, о том, что Он исполняет благами тех, у которых алчат и жаждут. И Господь говорил потом в своем, когда Он в своем служении был, говорит, «блаженны алчущие и жаждущие правды». Приближается праздник Рождества и Нового года. Многие из нас будут собираться с друзьями своими, с родственниками, проводить, может быть, ночью праздновать и Рождество, и Новый год. И я просто хочу посоветовать, братья и сестры, часто мы говорим о многих ненужных вещах. Если у вас будет время, узнайте значение своих имен и посмотрите, какую интересную песнь хваления Господу можно сделать из имен вашей семьи. Это просто как рекомендация. Я думаю, это будет интересно. Но давайте возвратимся к первоначальному тексту Родословной Господа нашего Иисуса Христа. Я сразу скажу, что я не эксперт, я не лингвист, я не переводчик, но я основываюсь на данных, которые доступны каждому из вас в словарях, в библейских словарях, в словарях, доступных на интернете. Люди, которые делали исследования, по этому поводу. И когда мы читаем, нам открывается интересная картина. Если взять первые десять имен Родословной Господа Иисуса Христа от Адама до Ноя и посмотреть значение этих имен, то это не просто получается беспорядочный набор бессмысленных имен, а пророческая песня, данная Богом человечеству. Кайнанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилиилов. Для нас эти имена ничего не значат. Но если посмотреть на значение этих имен, Адам означает человек. Сиф означает положено. Вы помните, когда Ева родила сына, еще одного, и нарекла ему имя Сиф, написано, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Ламехов, который родил Ноя, сказал, Он утешит нас в работе нашей, в трудах рук наших. Вот, и вот это вот Он утешит означало слово Ной. И интересно, что если взять вот эти имена, значение этих имен и поставить в линию, в предложение, получается очень интересное предложение. Человеку положена смертная печаль, благословенный Бог снизойдет, уча, что его смерть принесет скорбящим утешение. Вы знаете, братья и сестры, некоторые могут со мной сегодня не согласиться, сказать, это мистицизм, это Кот да Винчи, вот фильм, который недавно вышел. Но я скажу, что это не так. Я согласен. С вот этими всеми мистицизмами нужно быть осторожным. Но, когда евреи, цитируя свою родословную, цитировали вот эти имена, эти имена представлялись им в прямом смысле, как они звучали. И это вот это предложение, оно очень созвучно с тем, что апостол Павел пишет в пятой главе к посланию римлянам. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. Человеку положена смерть, но благословенный Бог принесет утешение. И это удивительно, что в родословной Иисуса Христа, которую всегда мы пропускаем, когда мы не читаем, потому что она нам непонятна, мы ее никогда не разбираем на разборах. Но и в ней есть Евангелие спасение. И каждый еврей, читающий эти имена, мог понять в них Божий план спасения. И вы знаете, что эта часть родословная является не только родословной Иисуса Христа или евреев, Вот эта часть родословной является родословной каждого человека, сидящего сегодня здесь. От Адама до Ноя. Всем нам положена смертная печаль, но благословенный Бог принесет скорбящим утешение. И в книге «Деяния апостолов» в своей проповеди апостол Петр цитирует место из Писания, которое говорит, «И будет всякий, кто призовет, имя Господне спасется». Имя Господне несет вес. Это имя, которое превыше всех имен. Это имя, которое имеет власть. Это имя, пред которым преклонится всякое колено земных, небесных и преисподних. И сегодня дети Божьи имеют привилегию принадлежать вот этому имени. Когда девушка выходит замуж, одна из традиций во многих местах этого мира, это когда невеста берет фамилию жениха. И это показывает, что теперь они одно. Теперь она принадлежит его роду. Когда израильтян увели в плен, в рабство, в Вавилон, мы знаем, что Даниилу Анани и Месаилу Азарий дали другие имена. Они стали Валтасаром, Сидрахом, Месахом, Абдинагом. Почему? Потому что их жизнь изменилась. Они стали подданными другой страны, другого государства. И они со своими именами получили обязанности, которые давали им определенную власть и принадлежность. В книге пророка Исаии есть интересное место, где Господь обращается к своему народу и говорит, «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, и устроивший тебя, Израиль, «Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему». Ты мой. И дальше он говорит, «Скажу северу, отдай, югу не удерживай, веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется моим именем». Вы знаете, называться именем Бога – это огромная привилегия. Только усыновленный человек может называться именем своего родителя. И Господь называет свой народ, говорит, «Я назвал тебя по имени твоему, не ты его себе придумал, я тебя назвал, я сказал, что ты мой, и я тебя привлеку каждого, кто называется моим именем». В фильме «Бенгур», который является классикой мирового кинематографа, он был снят в 1959 году, есть такая сильная сцена. Действие происходит во времена Иисуса Христа. И вот Иуда Бенгур, который был иудейским дворянином, но он был продан в рабство на галеры на много лет из-за предательства своего друга, который был римским трибуном. И вот проходит время, этот его бывший друг, который стал врагом, считает, что Иуда Бенгур погиб. Но что случилось? Во время сражения с пиратами Бенгур спасает римского командующего консула Квинта Ария. И Арий во время триумфа, когда они были перед императором, он просит императора, чтобы тот помиловал Иуду, и он усыновляет его. И получается, с усыновлением Иуде Бенгуру приходит власть, наследство и имя вот этого консула, который его усыновил. И теперь он из рабов вдруг становится большим человеком в Риме. И он возвращается в Иерусалим к своему бывшему другу. Он заходит к нему в гости. Его друг этого не ожидал. И вот происходит эта сцена, где этот друг старит в растерянности, потому что он думал, что, во-первых, он умер, во-вторых, он раб, он иудей, но перед ним вместо всего этого стоит живой римский гражданин, и не просто гражданин, а сын консула. И он обращается к своему бывшему другу Иуда, говорит, куда делись моя мать и сестра. И он пробует отпираться от этого, но он ему показывает свой перстень и говорит, ты знаешь, чье это имя? И он ставит этот перстень на дощечку и говорит, чтобы к завтрашнему дню ты их нашел. И вот эта вот растерянность на лице его врага, это просто неописуемая сцена. Но что изменилось? Человек тот же, друг тот же. Вот это имя, которое было на перстне, оно имеет огромную власть и огромную важность. Господь говорит, я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. И привлеку каждого, кто называется именем моим. Дорогие братья и сестры, в эти предрождественские дни я хочу, чтобы каждый задал себе вопрос, чьим именем я сегодня называюсь? Принадлежу ли я семье Божьей? Называюсь ли я его именем? И я хочу здесь сделать небольшую оговорку. Называть себя чьим-то именем это не одно и то же, чтобы принадлежать этому имени. Я могу назвать себя фамилией именем Джеффа Бейзоса, самого богатого человека в мире, но это не означает, что я стал его родственником. Я могу сегодня называть себя христианином, но не иметь ничего общего с тем, что это имя в себе несет. Книга Откровения говорит о том, что можно обмануть и других, и даже себя, причисляя к себя, к верующим, к христианам, но на самом деле таковыми не быть. В книге Откровения в третьей голове написаны такие слова. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Можно носить имя, будто жив, но не иметь власти и силы этого имени. И дальше Господь говорит церкви, «Побеждающий облечется в белой одежде и не изглажу имени его из книги жизни и исповедуя его имя пред Отцом Небесным». Проверим каждый себя. Ношу ли я имя, будто я жив, но я мертв? Или я поистине ношу имя христианин, как то, что мне дал Бог и эту власть?» Жизнь христианина, человека, ставшего христианином, должна соответствовать его имени. Этому учит нас Писание. Об этом мы, кстати, рассуждали в прошлую среду на разборе, где мы говорили, что наши уста, дела и сердце и помышления должны работать в унисон. Давид говорит в 16-м псалме, «От мыслей моих не отступают уста мои». И как важно, чтобы наши мысли, наши уста и слова работали в унисон. Сегодня это стандартная политика этого мира – говорить одно, а делать другое. Но когда от мыслей моих не отступают уста мои, когда моя жизнь соответствует тому, что я говорю, то это будет заметно, и люди будут интересоваться, потому что это редкость. Это то, чего все хотят и чем все так ценят, но чего так мало в этом мире. Но это борьба, это усилие. И мы не находим в Писании, что у верующего человека борьба заканчивается, когда он приходит к Богу. Наоборот, читая Откровение, мы видим, что Господь, обращаясь к семи церквям, говорит «Побеждающий, побеждающий, побеждающий». И в 3 главе, в 12 стихе, Он говорит «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя Града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Две тысячи лет назад Господь Иисус Христос открылся миру в имени Иисус, в имени Эммануил. Бог спасает. С нами Бог. Придет время, когда Господь откроется с новым именем. Что это будет за имя, я не знаю. Это будет сюрприз. Но люди, Его народ, которые побеждают, будут иметь привилегию носить это имя. И я хочу быть этим человеком. Я хочу, чтобы каждый из нас, кто сегодня здесь находится, был этим человеком. И сегодня для нас, когда мы вспоминаем, готовимся к празднику Рождества Иисуса Христа, я хочу, чтобы каждый проверил себя. Молодежь, дети, взрослые. Я только называюсь этим именем. Или я его ношу с властью, потому что Бог мне его дал. Пусть Господь благословит нас. Аминь.